Возрождение кубанского казачества – это не просто громкие слова, это реальность. И в ней есть немало событий, в которых принимали участие казаки. И в общем казачьем льду стоят славянские казаки, достойно продолжая старые традиции и наполняя свою службу новым содержанием. Как говорят, новое – это хорошо забытое старое. Моральное поощрение самых лучших казаков с помощью размещения их фотопортретов на доске почёта – отличная идея, проверенная временем. И поскольку в казачестве всё решается сообща, то решение об установке доски почёта казачья слава и кандидатурах размещенных там казаков принималось на общем сборе городского казачьего общества. Торжественное открытие доски было приурочено к знаменательной для кубанского казачества дате – 229-летию высадки первых казаков на Тамани и началу их расселения по Кубани. Конечно же, очень приятно, что станица Славянская в своё время – это тоже была казачья станица, которая прославляла нашу Кубань своими радными делами. И в сегодняшний день мы уже 30 лет с вами пишем новую историю возрождения казачества, которое, как бы ни хотелось кому-то, не было потеряно или утрачено. И благодаря нашим старикам произошло возрождение казачества. За эти 30 лет мы совершили очень много славных дел. Главе Славянска на Кубани пришлась по душе инициатива казаков, и он всемирно содействовал её реализации. Определились, сообща общими силами сделали. Такое мероприятие мне, честно говоря, по душе нравится, что мы не забываем старшее наше поколение. Вот уже 30 лет славянские казаки пишут славную историю возрождённого казачества. Причём ветераны казачьего движения подают пример молодёжи, которой в казачестве тоже немало. И эта казачья молодёжь была на торжественном мероприятии, где казакам, занесённым на доску почёта, вручили свидетельства об этом событии. Один из них, почётный гражданин Славянского района Есаул Анатолий Иванович Смола, поблагодарил своих братьев-казаков и заверил, что будет с ними, пока есть для этого силы. В городском казачьем обществе немало достойных, и на них все равняются. Инициатива сама также поступила от казаков казачьего общества, и был собран сбор максимального количества людей, на котором и принималось решение по самым кандидатам, которые считались, были за каждого кандидата, было проголосовано, и которые выбрали самых лучших из лучших. В первую очередь это касается молодёжи, чтобы они видели, да и граждане нашего города славного, Славянска на Кубани, должны видеть казаков, которые действительно отличились. Ведь многие казаки, они здесь не просто как бы местные заслуги, а я же говорю, они участвовали все у нас и в Чечне, и в Абхазии, и в Приднестровье в конфликтах, и возвращение Республики Крым в состав Российской Федерации охраны общественного порядка. Везде они себя проявляли, и эти люди действительно достойны, чтобы они знали, что это казаки города Славянска на Кубани. Доска почёта с прекрасным названием «Казачья слава» размещена, пожалуй, в одном из самых посещаемых славянцами мест города в парке имени Григория Пономаренко, и поэтому портреты лучших из лучших казаков будут у всех на виду. И это очень важно, как пример для подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.